Всем привет! В этом видео будет небольшой обзор новинок от Гош, но пока я все это тестировала, это уже давно не новинки. Тем не менее, кому интересно, оставайтесь со мной. BB крем от Гош со SPF 15. Он не совсем обычный по сравнению с BB кремом от Ева и от Вебаум, который я пробовала. Должна сказать, что этот мне понравился немного лучше тем, что у него более плотное покрытие. По своей консистенции он немного гуще, чем свои предшественники. У меня цвет 02 беж и выглядит это все на руке вот так. Хорошо увлажняет кожу, наношу, естественно, без какого-либо крема. Делает кожу более гладкой и упругой, поддерживает выработку коллагенов, а также разглаживает мелкие морщинки. Имеет водостойкую формулу, без парфюмерных отдушек и парабенов. Это очень хорошо. Сейчас он у меня на лице, никакие консилеры-корректоры я не использовала, сверху только обычную пудру. И действительно, всевозможные какие-то прыщики и несовершенства максимально он скрывает. И это очень большой плюс для BB крема. Моя кожа нормальная, склонная к сухости, и продукт мне очень хорошо подошел и понравился. Также румяна в цвете 43 Flower Power. Кажется, что румяна очень интенсивная, но на самом деле при растушевке получается вполне неплохой цвет. Румяна и не стопроцентно матовые, и нет в них никаких блесток, но тем не менее, такое ощущение, что какое-то здоровое сияние в них присутствует. Также есть две палеточки теней. Серый 04 номер и 03 коричневая расцветка. Здесь уже есть некая подсказочка, какой цвет куда нанести. Я не скажу, что эти тени какие-то плохие или они супер какие-то хорошие. Это обычные тени, которые можно использовать на каждый день. Пигментация не запредельная, средненькая. То есть достаточно такие нейтральные оттенки, которые можно использовать на каждый день в школу или на работу. Сейчас на глазах я немножечко использовала нижний оттенок и вот этот золотистый с минеральным пигментом от GOSH. Очень удобны они тем, что здесь есть крышка, то есть ничего у нас не просыпется. Ненавязчивый золотистый оттенок получается. Единственный минус это то, что он жутко осыпается. С ним нужно осторожно начинать сначала макияж глаз, а потом уже наносить тон и пудру. Также туши для ресниц. Бумбастик, у которой необычная такая здоровенная щетка резиновая. У нее присутствуют мелкие резиновые ворсинки. Мне ею, скажу честно, непривычно наносить тушь. Но тем не менее, если подольше повозиться, получается очень такой хороший объем с ними. Тушь не осыпается, очень хорошо смотрится на глазках, точно так же, как и эта тушь. Но с этой тушью мне попроще ее наносить в том плане, что здесь обычная пушистая классическая щетка. Этой тушью быстрее прокрашиваются у меня реснички. Если нужен такой мега объем, все-таки лучше использовать для этих целей вот эту тушь Бумбастик. Также у Гош есть карандаш-айлайнер черный. Сейчас он у меня на ресницах. Интенсивный черный цвет и довольно-таки упругая тоненькая кисточка. Мне очень понравился. Очень удобный в применении. Чем чаще я начинаю пользоваться такого рода фломастерами, тем чаще я к ним привыкаю. И это кажется намного удобнее, быстрее, чем использовать кисть с гелевой подводкой. Красивый, сочный цвет. Смывается очень хорошо, никаких трудностей в этом плане нет. Посмотрите, что также я могу вам показать. Кажется, что это две помады. Но на самом деле здесь у нас такая обманка. Это встроенная флешка в виде помады. Очень интересно придумали. Но это уже на самой настоящей помаде. 151 оттенок. Эта помада у нас увлажняющая. Вполне неплохо ощущается на губах. Но меня не очень устраивает этот финиш. Несколько напоминает перламутр. Средство, которое на меня абсолютно не произвело впечатлений. Даже не понравилось. Стойкий маркер для губ. Розовый оттенок получается. Я ощущаю некую горечь от него. Какой-то запах. В общем, это средство мне как-то абсолютно не понравилось. Два блеска для губ. Вот этот персиковый в цвете 01 у меня сейчас на губах. И вот такой у нас с вами свотч получается. Блеском в целом можно пользоваться. Но, как мне показалось, если много его нанести, то он подчеркивает трещинки. Консистенция немного липкая. Но через 15 минут как-то уже ощущение липкости у него проходит. И бестселлер Гош с зеркалом в цвете 11 с фонарем. Очень действительно неординарная такая задумка. Очень удобно воспользоваться им где-то в клубе или на вечеринке. Очень мерцающий. Красиво бликует на губах. Смотрится просто обалденно. Консистенция у блеска густовата. Он увеличивает губки. Но один огромнейший минус. То, что он очень липкий. Если вы терпеть не можете, очень липкие блески, то это явно не для вас. И последнее средство это Ла Гош 012 оттенок. У меня он есть в видео битвы Эльбокс и Глэмбокс. Кто-то из вас спрашивал тоже. Цвет с одного покрытия получается такой же яркий, интенсивный. Средняя кисточка ближе к тоненькой. Из первой посылки у меня остался в цвете 608. Обалденный нейтральный оттенок. И вы можете видеть, что его осталось совсем чуть-чуть. Он начал уже подсыхать. Кстати, ему меньше года. И в принципе, я думаю, наверное, это минус, что лак начинает так быстро засыхать. Поэтому я сейчас максимально часто стараюсь его использовать. И перед этим, конечно же, взбалтываю, чтобы его можно было лучше нанести. Это были все продукты Гош. Я постаралась максимально объективно сделать отзыв. Надеюсь, видео вам это понравилось. Всем спасибо вам за внимание. Пока-пока. До новых встреч.